Добрый вечер, Андрей. Расскажи, пожалуйста, что это здесь ты нам принёс? Ну, в первую очередь, это некие объекты, предметы искусства современного, я бы сказал, очень современного, которые выполняют двойную функцию в качестве головоломка. Можно поближе посмотреть, что есть, что из этого? Конечно. И я так понимаю, что ты изобретатель, создатель многих из них, да? Большинство из них, да, я изобретатель, если так можно пафосно выразиться. Ну, вот эта решётка, эта головоломка еши-юти-катане слегка лишь модифицированная в одной из частей. Но в целом, конечно, это больше степени послуга японского мастера. Остальные придуманы, сделаны мной. Можно название? Да. Вот эта головоломка называется трипла. Поскольку здесь три детали в трёх разных плоскостях перпендерлиарных друг к другу. Если можно так сказать, фишкой является то, что в собранном состоянии вершины, каждые из деталей совпадают с вершинами правильного экосаэдра. Она обладает экосаэдрической симметрией. Несмотря на довольно простой вид, собрать её не так уж просто. Это несколько ступеней. Вот эта головоломка называется стрелы. Здесь, ну, в принципе, задача, она интуитивно понятна. Надо вытащить стрелы из сердца, а потом вернуть их обратно. Принципиальная идея очень стара. Очень стара. Была головоломка «Четыре ключа». Описана неким Энджело Льюисом, который писал под псевдонимом профессор Гофман. В книге 1896 года. Там описана похожая головоломка «Четыре ключа». Что сделал я? Это адаптировал эту базовую идею в виде вот такого вот сердца и стрел, торчащих из неё. Тут, конечно, лёгкий намёк на полигамию. Но, в принципе, я думаю, что это... Чистый полиамур. Ничего страшного в этом нет. Полиамурная головоломка, да? Полиамурная, да. Типа, хочешь освободиться от полиамура, разбери её, да? Да. Ну, я считаю, что довольно сильно отошел от первоначальной идеи. Вот с этими стрелами, с пропорциями определёнными, с материалом. Я бы сказал, что вот дизайн всё-таки здесь может. Следующий, это вот совсем свежий, ну, можно сказать, что прототип, но это полностью функциональный прототип. Уже, можно сказать, первый образец головоломки на координированное действие. Три одинаковые детали разъединяются и соединяются вместе. Вот здесь вот впервые удалось применить клёпки от красного цвета. Вот эта решётка такая же, как и предыдущая. Отличается только финишной обработкой поверхности. Здесь используются немножко разные методы. Я их иногда использую химическую обработку. Ну, и последнее, это прототип головоломки, сделанный из авиационного титанового сплава, в котором нужно собрать правильный тетраэдер. При этом детали пересекают смесь, образуя крылья и бабочки. И задача заключается в том, чтобы не только собрать тетраэдер, но ещё и избегать получения бабочек-мутантов, у которых голова была бы разъединена на двое вот таких вот. Такого делать нельзя. Покажи ещё раз, почему нельзя? Это мутант. Мутанты нам не нужны. Нам нужны нормальные бабочки. Вот такие. С крылышками, с осиками. А, понятно. Вот. Я сделал очень много прототипов, но, к сожалению, пока недоволен тем, что получается. Она немножко вихлялится ещё в собранном состоянии. Хочется поработать над допусками. Ещё предстоит повозиться. Может быть, даже и не получится. Так, как я хочу. Посмотрим. Но в целом, мне нравится сам материал титана. В первую очередь, тем, что он лёгкий. Кроме того, он тёплый в руках. И скажи ещё раз, как тебя зовут? И где, если что, эти головоломки можно добыть? Зовут меня Андрей Иванов. Добыть их можно либо у меня, либо у каких-то, так сказать, людей, продающих мои головоломки. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.